Здравствуйте. Американская система Visa должна будет заплатить России 60 миллионов долларов. Все потому, что Visa не успела до 1 апреля подключиться к национальной системе платежных карт. Между тем, системе MasterCard это сделать удалось. Как пояснил близкий к Центробанку источник, Visa сама виновата во всем. Она слишком долго решала вопрос с подключением к национальной платежной системе. Раз теперь она не успевает перевести свой трафик, то пусть платит взнос. Ранее Visa заявляли, что готовы уйти из России, лишь бы не платить деньги. За первый квартал 2015 года взнос должен быть уплачен до конца апреля. Получается около 60 миллионов долларов. Все большее число граждан желает продать кредитное жилье. Такой вывод делают юристы онлайн-сервиса правовед.ру. Специалисты проанализировали около 50 тысяч юридических запросов в сфере жилищного права за последний год. Согласно их выводам, более половины желающих избавиться от недвижимости в качестве причин называют экономические сложности. В том числе рост семейных расходов, падение доходов и угрозу увольнения. Начиная с февраля 2015 года количество консультаций по продаже квартир превысило количество консультаций по покупке. При этом если 45% пользователей сервиса при продаже жилья ссылаются на семейные обстоятельства, в частности на развод, то остальные, а это более 50%, указывают на экономические сложности. С 30 марта Сбербанк снижает процентные ставки по вновь принимаемым заявкам на потребительские кредиты. Процентные ставки по этим продуктам устанавливаются для каждого клиента индивидуально, в зависимости от его надежности и платежеспособности. По потребительскому кредиту под поручительство физических лиц клиентам предлагаются процентные ставки от 17,5% годовых в рублях. Если потребительский кредит без обеспечения или на рефинансирование внешних кредитов, ставка составит от 18,5% годовых в рублях. По потребительскому кредиту военнослужащим процентные ставки теперь составляют 20,5% годовых в рублях с обеспечением и 21,5% годовых в рублях без обеспечения. Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка России в разделе потребительского кредитования. В Пермском крае заморозят цены на 71 лекарство. Министерство здравоохранения Пермского края и некоммерческое партнерство «Фармацевты Прикамья» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Краевая прислужба. Согласно документу, до 15 мая в ряде аптек города будут заморожены цены на лекарства. Это касается тех препаратов, которые применяются при заболеваниях печени, гипертонии, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также противовирусные лекарства. Например, в списке оказались такие препараты, как бромгексин, валидол, процетамол, ибупрофен, корвалол, цитрамон, анальгин и другие лекарства стоимостью до 80 рублей. Доллары и евро в минусе. Курс доллара, по данным Центробанка, на 1 апреля составляет 57,65 рубля, упал почти на 81 копейку. Курс евро – 62 рубля, 4 копейки. Падение более существенное на рубль – 32. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok